Привет, с вами Sawyer, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня говорим про удаленный вызов процедур и шину обмена сообщениями для синхронизации стейта. Напоминаю, мы делаем проект OBS Overlay, это open-source проект, и в нем может каждый желающий принять участие. Решили, что back-end на этом проекте будет сделан с помощью метархии. Это технологический стейк, который делает Тимур Шемсидинов. Среди компонентов, которые в него входят, нас интересует только два. Это application server Impress и Metacom, это протокол взаимодействия для вызова удаленных процедур. Он поддерживает бинарные текстовые форматы, достаточно широкая функциональность. И, в общем-то, с помощью этого протокола, этого application server, мы будем делать серверную часть нашего приложения. Я решил начать с простого демонстрационного примера на метархии, код из которого мы потом возьмем за основу в нашем приложении. У Тимура есть пример с метархией, но он завязан на базу данных, он достаточно такой тяжеловесный. А я решил сделать совсем такой легкий, простой, который каждый желающий может легко установить. Смотрите, мы берем, просто клонируем репозиторий с моего GitHub-аккаунта. Репозиторий называется Meta.tpl. Заходим в него. Если у нас нода установлена, то запускаем установку пакетов. Если ноды нет, нужно установить в первую очередь ноду. После установки пакетов, соответственно, запускаем сервер. И все, у нас все стартануло. Значит, здесь нужно отметить, что это сразу многопоточный вариант. Здесь есть два инстанса на 8001, на 8002 порту, есть балансировщик на 80000, и, собственно говоря, есть несколько вёркеров. Соответственно, мы будем использовать только один порт, потому что нам пока вот эта балансировка нагрузки не интересует. Значит, вот мы запустили веб-сервер. Что из себя представляет вот это наше простейшее приложение, которое мы сделали? Это обычный счетчик. Он состоит из приложения, да, и у этого приложения есть доменная или бизнес-логика, которая заключается в том, что есть счетчик общий для всех подключений, который после каждого обращения к страничке увеличивается на единицу. Для увеличения счетчика мы используем вызов удаленных процедур. Собственно говоря, для синхронизации стейта мы используем метаком. И фишка в том, что если мы сейчас откроем еще какой-то один браузер, то, как вы видите, при каждом обновлении страницы у нас обновляются счетчики. Они сейчас дублируются в заголовке, и фокус в том, что обновляем мы одну страницу, обновляются они везде. Если мы откроем еще одну, все будет точно так же. Единственное, что обновление идет в рамках одного инстанца. Если мы откроем другую инстанцию, у него свое локальное состояние счетчика, и, соответственно, он будет иметь свое собственное значение. Значит, само приложение имеет архитектуру порты и адаптеры, хотя Тимур чаще показывает ее как луковую, но, на мой взгляд, это классические порты и адаптеры. Вот почему. Смотрите, у нас есть домен, вокруг него есть приложение, у которого есть порты, то есть порт API, есть порт для статического контента, для подключения к базе данных, а уже к этим портам мы, соответственно, делаем адаптеры. В нашем случае это шина и каунтер. Соответственно, если нам нужны еще какие-то бизнес-задачи, мы вешаем их на API. Соответственно, API служит портом, который подключает нас к серверу, и дальше в доменной области каждый из портов, из адаптеров, извиняюсь, дублируется, и мы, соответственно, делаем для него свою функциональность, которая уже содержит непосредственно бизнес-логику. А все инфраструктурные вещи, они, соответственно, вынесены в соответствующие адаптеры. Здесь у нас есть, соответственно, HTML, который мы отдаем, CSS, который мы отдаем, для того, чтобы у нас было клиентское приложение. То есть архитектура самого приложения содержит доменную часть, API для подключения и статический контент. Это вот такие крупные части. Есть еще схемы для валидации базы данных, для того, чтобы проверять ваши запросы. Мы их рассматривать в данном примере не будем, и они нас пока не интересуют. Вообще там существует еще достаточно много всего, что можно использовать, что нам интересно. Таким образом, простейший пример мы сделали. Теперь давайте посмотрим, что у нас позволяет сделать API. То есть у нас есть точка подключения API, которая вынесена глобально в нашем приложении, и мы можем использовать каунтер напрямую путем вызова удаленной процедуры. То есть сейчас я захожу в консоль, вызываю удаленную процедуру, и мы видим, что у нас значение счетчика обновляется. При этом счетчик вот здесь, вот здесь, не меняется. Почему это происходит? Ну, все дело в том, что нужно обновить страницу. Видите, он сразу же стал значением 14. То есть счетчик у нас удаленно обновляется, но значение не меняется. Почему? Потому что для синхронизации значений у нас используется шина. Если мы посмотрим на нашу архитектуру, то это выглядит примерно следующим образом. У нас есть общая шина, есть клиенты, C1 его назовем и CN, много клиентов. И когда у нас в шину от клиента что-то прилетает, потом это же сообщение идет всем клиентам для уведомления. То есть нам для того, чтобы что-то изменилось, нужно в шину отправить сообщение. А счетчик это, опять же, серверная общая функциональность, которая может быть изменена вызовом удаленной процедуры. Никакого синхронизации стейтов он сюда вернет, промис, да, в тот клиент, который отправил запрос. Но вот это будет все в рамках сессии локализовано. Для того, чтобы расшарить между собой состояние, нам нужно, соответственно, все отправить в шину. На самом деле шине глубоко все равно, какие значения туда приходят. И это я хочу вам продемонстрировать. Смотрите, у нас есть API, который отвечает, соответственно, за шину. И теперь туда мы отправляем сообщение. Мы не будем пока разбирать, почему сообщение именно такое. Когда будем смотреть на код, станет более понятно. Отправляем туда сообщение, например, с двойкой. Отправили. И все счетчики у нас обновились на значение 2. Потому что шина отвечает за то, чтобы синхронизировать состояние. Она не валидирует данные, не проверяет их. И если мы здесь напишем тест, она точно так же его отправит. То есть сейчас никакой валидации, никакой проверки и ограничений не существует. Шина – это только способ синхронизировать состояние. Кстати, чем шина отличается от очереди, будет в ближайший стрим, в последние выходные января. Вот на нем мы об этом рассмотрим. Теперь, смотрите, мы можем сделать следующую хитрую штуку. Прямо в консоли написать вот так. Await API Counter Inc. И таким образом у нас получается, что мы в шину кидаем то значение, которое возвращает Counter. И тогда у нас идет общее обновление всех данных. И есть еще один маленький интересный нюанс. На самом деле мы можем отправлять данные не только через консольку. Давайте вот сюда зайдем в консоль моего компьютера и через Curl попробуем отправить сообщение. То есть мы делаем все то же самое. Мы говорим, что через HTTP-запрос методом post отправить в нашу шину, которая имеет endpoint, HTTP endpoint для подключения клиентов, отправить единичку. Что произойдет теперь? Теперь отправляем, смотрим. И все состояния серверов, все состояния каунтеров на сервере синхронизировались через шину. То есть мы в шину бросили единичку. Мы можем бросить на самом деле не единичку. Самое интересное, что мы можем, например, взять и вот так сделать. Используя наш интерпретатор, в данном случае фиш, и метод math этого интерпретатора, мы можем отправить туда двойку. То есть можем отправить туда результат выполнения команды из консоли. И наша, соответственно, шина синхронизирует состояние всех клиентов, которые подключены, и выдаст туда двойку. И вот это прелесть, с одной стороны, архитектуры, реактивной архитектуры с общей шиной, а с другой стороны, возможность использования удаленных процедур. То есть в данном случае мы использовали только шину, но таким же образом мы можем использовать удаленную процедуру для того, чтобы изменить состояние каунтера, а потом уже использовать его также из консоли для отправки через шину статуса синхронизации, или ивента синхронизации. Отлично. Вот такое простое приложение у нас получилось. Давайте теперь посмотрим на его код. Разберем две основные части. Это API. Давайте мы сначала посмотрим. То есть API у нас является точкой доступа, через которую мы получаем нашу возможность удаленно вызывать наши процедуры и передавать им данные. Если мы посмотрим, то внутри API содержатся директории, которые, собственно говоря, и по соглашению метархии относятся к слою API. Что это значит «относится к слою API»? Это значит, что мы, обращаясь к API, сначала ставим косую API. Это вот говорит о том, что мы обращаемся вот сюда. Дальше мы ставим косую и говорим о том, конкретно в рамках этого слоя, к какой сущности мы обращаемся. Если мы хотим обратиться к шине, мы название шины здесь и пишем. То есть вот эта папка по соглашению непосредственно попадает в роутинг к удаленной процедуре, относящейся к соответствующему API. То есть пишем «бас». А дальше внутри есть конкретные методы, и они представлены JS-файлами. И, собственно говоря, указывая конкретный метод, мы, собственно говоря, и обращаемся уже, ну, например, к методу send. Вот таким образом работает соглашение метархии для обращения к API. То есть все вот эти значения, названия, директории файлов, участвуют непосредственно в роутинге к нужной удаленной процедуре и через API. Дальше аналогичным образом соглашение работает с доменом. Если мы посмотрим домен, то здесь точно так же. Есть домен, есть соответствующий инстанс, баз. Он принимает участие, соответственно, вот этот баз принимает участие как часть соглашения формирования доступа к данным домена. Если мы зайдем внутрь баз, то мы здесь увидим вот такую интересную конструкцию, открывающуюся скобку, фигурную скобку. Это непосредственно уже наша сущность баз здесь описана. Она состоит здесь из методов, вот send метод и getRoom метод. То есть это непосредственно те методы, которые у нас используются внутри сущности баз. И если мы посмотрим, вот, например, вот это обращение, что мы видим? Мы видим домен, это значит, что мы обращаемся к слою домен, внутри слоя обращаемся к сущности баз, и внутри сущности обращаемся к свойству rooms. Вот оно, это свойство. Это внутри нашего файла баз находится вот это свойство rooms. И уже rooms является мэпом, и мы из мэпа берем соответствующую комнату, которую берем по имени. И вот это соглашение в метархе используется. То есть у нас есть слой API, слой домена, слой конфигурации, и, возможно, еще какие-то слои, которые я еще не использовал, и мы о них, может быть, в будущем поговорим. Поэтому данные разделяются по слоям, разбиваются. При этом домен является кедром, да, то есть домен не может быть напрямую вызван извне, а все остальное является портами, ну, в частности, API является портом для подключения уже непосредственно адаптеров. То есть вот эти вот наши директории, это уже непосредственно адаптеры, которые выполняют конкретную функцию. Давайте коротко разберемся, как работает счетчик, чтобы понимать. У нас в счетчике есть, он указан в API, дальше он указан как счетчик, это соответствующий, можно назвать его namespace, если хотите. И в нем есть уже метод INC. Метод INC, опять же, представлен, начинается с круглой скобки, с фигурной скобкой, потому что дальше у нас идут некоторые свойства. Например, мы говорим, что это публичный метод, то есть к нему нужно обращаться без проверки каких-либо прав доступа, без авторизации и без аутентификации. А сам метод, есть ключевое слово метод, и дальше он говорит о том, что это синхронный метод, который принимает значение комнаты и сообщения в виде объекта, и дальше вызывает доменный метод send в бас, в сущности бас, и возвращает в случае чего окей. Если возникла какая-то ошибка, да окей не доходит, соответственно, возвращается ошибка. И на этом все заканчивается. Дальше мы теперь должны пойти в домен, в счетчик, и увидеть, что здесь есть внутреннее состояние state, и есть, собственно, метод, который через обращение к домену, счетчик, state, просто его увеличивает на единицу. Очень простой метод бизнес-логики. Увеличение на единицу значения счетчика. Если мы пойдем теперь в шину, то там мы увидим тоже, что есть state, этот state шарится в рамках нашего инстанса, то есть весь сервер его шарит. Дальше есть метод getRoom, который находит комнату. Если она находится, то он ее возвращает. Если не находится, то создает новый сет. И в сет уже добавляет непосредственно комнату. То есть по имени комнаты он создает пустой сет и его возвращает. Соответственно, вот здесь возвращается либо сет с созданной ранее, которые находятся в комнатах, либо вновь созданной. Но в любом случае это возвращается сет. Теперь, если мы посмотрим на баз, на метод API send, мы увидим, что не сет, а subscribe, извиняюсь. Мы видим, что вот здесь логика на самом деле вынесена частично в API. То есть мы получили комнату. Это либо пустой сет, либо сет с ранее добавленными клиентами. Соответственно, в самой комнате у нас сохраняются клиенты. Соответственно, к этим клиентам мы добавляем текущего клиента через контекст. Контекст это, соответственно, контекст текущего клиента. Добавляем текущего клиента и вешаем туда событие, которое на метод close будет этого клиента оттуда удалять. И возвращаем окей. То есть по сути комната это просто набор клиентов. Каждому клиенту мы можем отправить сообщение. Опять же, отправить сообщение мы можем через асинхронный метод, который принимает значение комнаты и сообщения. Опять же, домен, шина, send. И в send мы имя комнаты указываем и сообщение. Чтобы понять, как это все работает, идем в домен, в шину и смотрим метод send. То есть он берет, опять же, поднимает комнату. Из этой комнаты берет всех клиентов. И каждому клиенту имитит сообщение. Собственно говоря, все очень просто. Это простейшая синхронная архитектура шины, которая делается просто на первом курсе любого вуза при изучении Node.js, если там оно изучается. То есть это просто обычная, совершенно примитивная синхронщина. На этом доменная часть и API у нас завершаются. И нам остается теперь сделать клиент. Самое интересное, что, конечно, сюда в static кладется статические HTML, классические такие штуки, как CSS, HTML, картинки. И они здесь все есть. JavaScript. И все, что здесь лежит, это клиентская часть. Она никак не принимает участие в работе самой метархии. И здесь важно отметить, что для соединения клиента с сервером у нас есть Meta.com, Worker и Events. То есть это у сервера есть этот набор компонентов и у клиента. И это позволяет нам организовать связь. Соответственно, это служебные вещи, которые нам нужны. Само наше приложение лежит в App.js. И здесь мы подключаем, соответственно, метархию, Meta.com. Напоминаю, что это протокол взаимодействия с сервером. Создаем наше приложение. В приложении мы определяем протокол взаимодействия. В данном случае либо для подключения сокетов, либо через SSL, либо нет. Дальше, в общем-то, создаем простую вещь. Мы стартуем шину. Старт шины заключается в том, что мы подписываемся на комнату main. Помните, мы когда из HTTP-запроса через Курул, через клиентскую, через консоль, через Курул делали запрос, мы использовали как раз название этой комнаты. И здесь же подписываемся на получение сообщений. Если пришли данные, то мы смотрим, какая комната пришла, потому что мы здесь можем подписаться на несколько комнат, и надо смотреть, какая пришла. То есть потом вот сюда их добавлять. Если это комната main, мы, соответственно, меняем без всяких долгих размышлений, просто подставляем то, что пришло в сообщении, в заголовок, и в специальную часть HTML-страницы, которая у нас называется counter, имеет ID-шник counter, мы туда все это подставляем. Все, на этом функция шины закончена. Мы добавляем сюда в приложение еще увеличение счетчика, функцию, которая просто на самом деле делает удаленный вызов процедуры. И у нас в приложении есть возможность тоже отправить данные в шину. Дальше мы вешаем обработку на загрузку страницы и говорим создать приложение, соответственно, на глобальном уровне создать наше API, загрузить соответствующее metacom API, то есть то, что здесь загрузим, то мы можем использовать через API. То, что не загрузили, то не можем. Поэтому мы должны загрузить и counter, и bus. Дальше стартануть шину и увеличить counter на единицу. Соответственно, как только мы увеличили counter на единицу, так как мы к этому моменту уже подписаны, то наше текущее состояние тоже изменится, обновится. Это приложение, сам сервер достаточно простой, то есть мы подключаем там наше приложение и сделали такую базовую совершенно разметку. То есть у нас есть заголовок, есть раздел приложения и есть вот наш контент с counter. На этом статическая часть заканчивается. Как вы понимаете, мы можем сюда положить реактовское или ангуляровское приложение, подключить к нему metacom, и будет все то же самое. То есть у нас можно сделать полноценное приложение на ангуляре или реакте, которое будет через metacom взаимодействовать с импрессом и запускать удаленно процедуры. Вот так устроен код. Вы можете этот пример, как я уже сказал, скачать и посмотреть. На этом у меня все. Дальше будем рассматривать уже, как мы реализовываем статическую часть для нашего OBS-оверлей. То есть дальше мы уже все это перенесем в OBS-оверлей и в нем посмотрим, как это все используется. Добавим еще авторизацию по токену. На этом все. Спасибо, что слушали. До свидания.